Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Внезапно на его пути появились двое. Он их узнал и, проходя между ними, приподнял шляпу. Это был его последний жест приветствия. Один из мужчин выхватил нож и вонзил его в живот графа по самую рукоять. В этот момент второй достал пистолет и выстрелил в упор в голову жертвы. Внезапно на его пути появились двое. За свободу своей родной стране. До сих пор греки почитают его как посланника неба, называя окаменевшим императором. По преданию он не умер, а превратился в камень и ждет, когда с неба спустятся ангелы и вложат в его руки меч, которым он снова будет сражаться за свободу своего народа. Внезапно на его пути появились двое. Пушкин. Его дипломатической хитрости опасались самые изворотливые европейские послы. Но в мировой истории Иоанн Каподистрия навсегда останется одним из самых ярких примеров иностранного подданного, сослужившего блестящую службу российской дипломатии. Личность графа Иоанн Каподистрия, она очень сложна, исключительно интересна. Это единственный из пяти министров иностранных дел России, иностранцев, который был православным. Уникальный человек, который сумел как по лезвию бритвы пройти между служением государственным интересам России и исполнением своих патриотических обязанностей как грека, как человека, преданному своей стране. Перстень с совой, который сняли с руки убитого Каподистрии, был символом принадлежности к масонской ложе. Хотя до сих пор многие считают, что организация Филамузус Этериас, созданная графом, имела мало отношения к вольным каменщикам, что, впрочем, не снимает с него клейма масонства. Вспомнить хотя бы, что отец Иоанна, Антон Каподистрия, был великим мастером ложи на семи островах. По традиции, сын должен был унаследовать молоток власти. Надо сказать, что всю сознательную жизнь Иоанна готовили к этой миссии. Он изучал философию, медицину и, согласно юрисдикции, проходил все этапы посвящения. Отец Каподистрии был фактическим правителем на Иоаннических островах, так называемых семи островах. В своем сыне он видел, безусловно, своего преемника. Но планы были разрушены. Дело в том, что по тильзитскому миру контроль над островами перешел от русских к французам. И грекам пришлось уйти. Возврат островов Наполеона в Тильзите пересек политическую деятельность масонов и помешал молодому графу стать президентом республики под русско-турецким протекторатом. Иоанн четко понимал, что самим грекам от французов не освободиться. Нужен более сильный покровитель. Между молотком главы масонской ложи и службой русскому императору, предложение которой поступило как нельзя кстати, дальновидный грек выбрал последнее. Россия встретила греческого графа более чем приветливо. Канцлер Российской империи румянцев сумел разглядеть в 33-летнем посланнике будущего великого дипломата. Он не просто пригласил Каподистрию в Петербург, но и тотчас же представил его императору Александру Первому. После этой аудиенции Иоанн Антонович получил должность статского советника с годовым окладом в 3000 рублей ассигнациями, что по меркам России того времени соответствовало жалованию губернатора. Впрочем, для самого графа светская жизнь, положенная по статусу, была в тягость. Петербург для многих, безусловно, представляется как роскошной столицей того времени. Но для Каподистрия Петербург, а исходя из того, что он был человеком южным, был городом с неподходящим для него климатом, можно сказать, суровым климатом. Здоровье у него действительно было неважное. И в Вену он очень хотел поехать, потому что Вена была тогда в эпицентре европейской политики. Желание молодого дипломата было удовлетворено. Из промозглого Петербурга он отправляется в сердце Австрийской империи, потеряв, правда, при этом жалование почти в три раза. Да и в российском посольстве ему оказались не рады, оставив вне штата. Но это унижение только распалило амбициозного Каподистрию. Чтобы доказать свою состоятельность, граф выигрывает дипломатический бой против Франции, вынудив Европу подписать второй договор против Наполеона. Александр I в восторге. Российское посольство в бешенстве. Грек переиграл все. Чтобы не усложнять ситуацию, император выводит графа из Вены и назначает Каподистрию на должность правителя дипломатической канцелярии к адмиралу Чичагову. С Чичаговым у него сложились очень хорошие отношения. Для того, чтобы содействовать освобождению Балкан, они с Чичаговым действительно создали сеть того, чтобы сейчас можно было бы назвать в нашу современную эпоху агентов влияния, которые активно проводили линию России на Балканах. Сеть была достаточно эффективной. Тогда это было необходимо в борьбе против Наполеона с тем, чтобы закрыть Балканский фронт. Можно сказать, что это была организована тонкая дипломатическая игра, на что был способен именно Каподистрия, как мастер тактической дипломатии. Чичагов не только помог 35-летнему графу в дипломатической карьере, но и поспособствовал в личной жизни. В доме адмирала, где часто бывал Каподистрия, он знакомится с подругой жены своего покровителя, Роксандрой Стурдзе. Каподистрия впервые влюбился. Он посвящает Роксандру в свои планы по созданию нового тайного масонского общества. Вместе с ней собирает деньги на некую организацию под красивым названием «Филамузус Этерия». Влюбленная парочка организует благотворительные балы, на которых раскошеливается не только русская знать, обосновавшаяся в Вене, но и местные представители высшего света. Общество набирает новых членов и прирастает капиталом. Безусловно, такой коммерческий и политический успех не может не волновать тайную полицию Вены. Во время Венского конгресса они собирали деньги, проводили мероприятия и, в общем-то, посылали своих людей в Грецию для пропаганды идеи греческой независимости и в случае необходимости для подъема восстания национального против Турции. У него были матерые дипломатические противники. Ну, имя Перегорода или Ирана говорит само за себя, но был еще Метерних, которому Кападыстре мешал и очень сильно мешал. Метерних видел в этой организации орудия политики России на Балканах и как мог чинил препятствия. Чем больше закручивал гайки Метерних, тем изворотливее вел свою игру Кападистрия. В конце концов, просто вывел весь капитал общества в Мюнхен, оставив австрийца лишь сожалеть о том, что счета прорусских масонов не успели арестовать. Блестящий игрок Иван Антонович никогда не предлагал свои услуги. Он понимал, что рано или поздно необходимые ему предложения поступят. И, как правило, оказывался прав. На Венском конгрессе Александру I нужен был человек верный интересам России. И Кападистрия, как никто, подходил на эту роль, поскольку на тот момент более других министров из имперской канцелярии заслужил доверие монарха. На Венском конгрессе Александр I попробовал выступить с инициативой взять под защиту христиан, находящихся на территории Турции. Это не вызвало поддержки у Англии и Австрии. Они ждали лишь одного, что расчленение Османской империи позволит им захватить большую часть владений. И поэтому они стали перебираться на Ионические острова. Кападистрия знала об этом из поступающих к нему писем. Он понимал, что это достаточно большая угроза для Греции. И хотя на Венском конгрессе присутствовали достаточно влиятельные греки, шансы на урегулирование этого вопроса были невелики. Греция, а это понимал Кападистрия, не получит свободы. Греческий граф боролся. Он пытался переломить ход истории. Но на все просьбы к Кападистрии Александр I отвечал. Время еще не пришло. Еще слишком рано. Неистово боролась и возлюбленная Иоанна Антоновича Роксандра. Это она, будучи фрейлиной императрицей Елизаветы Алексеевны, просила и даже настоятельно рекомендовала императору взять Кападистрию в качестве основного посланника на Венский конгресс и замолвить словечко о независимости Греции. Это была ее роковая ошибка. Это маленькое предательство, а как иначе мог растынить протекцию от возлюбленной, гордый и независимый граф, ранило его не меньше, чем неудача на конгрессе. В ответ на это самолюбивый греческий мужчина Кападистрия отправил ей символ расставания – кольцо с бабочкой, летящее на пламя. Он не пожелал связывать свою судьбу с женщиной, которая единожды поставила себя выше. Красивая история их любви сгорела, как бабочка в огне политических страстей. После Венского конгресса Александр I все больше и больше доверяет греческому графу и поручает ему самое важное для всего европейского мира дело на тот момент – заключительные мирные переговоры с Францией. От имени Российской империи граф Кападистрия подписал Парижский мирный договор. Его островом дипломатическая дальновидность и политический расчет сыграли на руку России. На Венском конгрессе не только Швейцария, но и Франция обязаны Кападистрии первой своей конституции. Англия тогда настаивала на возвращение власти пурбонов, подконтрольных им. Кападистрия сможет добиться подписания Конституционной хартии, что позволяло иметь рычаги влияния на Париж. Так, 20 ноября 1815 года был подписан Парижский мирный договор с 7-й антифранцузской коалицией. К сожалению, принеся мир Европе, Кападистрия не удалось отстоять самостоятельность Греции. Острова превращались в полусамостоятельные государства под контролем Англии. В январе 1816 года Кападистрия возвращается в холодный промозглый Петербург, из которого когда-то бежал. Он снова в бегах, но теперь из некогда желанной вены. Он бежит от любви в надежде, что государственные дела смогут отвлечь его от несостоявшейся помолвки. Иоанн Антонович прибыл в столицу в новом качестве – статс-секретаря, доверенного советника и друга императора. В доме на Дворцовой площади его уже ждали апартаменты, которые прежде занимал государственный канцлер Румянцев. Расположение императора бурно обсуждается при дворе. Безусловно, что Александр доверял Кападистрии. Может быть, даже больше, чем другим своим придворным и государственным деятелям по одной причине. У Кападистрии не было и не могло быть каких-либо заговорщических устремлений. Он был иностранцем, поэтому никогда бы не присоединился к никаким декабристам. Император Александр I относился с симпатией Кападистрия. Он считал его человеком скромным, сдержанным и достаточно образованным. Он понимал, что в России у него нет ни дома, ни влиятельной семьи. И поэтому считал, что его покровительство является главным. Он вполне мог рассчитывать на верное служение императору. В свою очередь, Кападистрия, исходя из человеческих качеств, оказывал влияние и на императора Александра I. Беспрекословный подчиненный с одной стороны и вершитель судеб с другой. Внешне Иван Антонович был прост и абсолютно не придавал значения своему статусу. Однако внутренне он четко понимал свою роль на международной арене и, как положено серому кардиналу, вел двойную игру. Иностранные дипломаты, будучи прекрасно осведомлены, от кого будут зависеть результаты переговоров, старались получить у него тайную аудиенцию. Зачастую встреча с греческим министром давала больший результат, чем прием у императора. Кападистрии завидовали и подражали. Десятки блестящих внешнеполитических документов, вышедших из-под его пера, его коллега по кабинету, Карл Месселероде, позже припишет себе. Он страстно завидовал и не мог отказать себе в маленькой слабости. Присвоить чужое. Кападистрии было не до авторских прав. Помимо сложной игры на поле международных отношений, за советом и помощью к нему шли абсолютно все. От политиков и ученых до людей искусства, художников и литераторов. Интересный факт, что Кападистрия приняла участие в судьбе Александра Сергеевича Пушкина. Когда за его вольнолюбивые стихи ему грозила высылка в Сибирь или на Соловки, благодаря ходатайству Кападистрии она была заменена на высылку на юг. И он был направлен в качестве переводчика в канцелярию иностранных колонистов Южной России. И к тому же ему была выделена сумма на путевые издержки в размере тысячи рублей. Иоанн Антонович искренне любил Россию. Тем не менее, всегда помнил о главной миссии принести свободу своей стране. Весной 1821 года в Греции вспыхивает восстание. Организаторы очень надеются на помощь братьев-христиан и даже пишут письмо русскому императору, понимая, что единственный их шанс – это греческий министр при дворе Александра Первого. И получают отказ. Четкий и бескомпромиссный. Негодованию Александра Первого не было предела. Он считал Каподистрия не только поверенным во всех его делах, но и также считал, что с помощью его он контролирует все, что происходит в Греции. Россия не нужна была война с Турцией. В то же время Карл Несироде принимал все усилия для того, чтобы отдалить императора от своего любимца. Так, в 1822 году Каподистрия уезжает в Швейцарию для поправления здоровья. Череда неудач сильно подорвала здоровье министра. Расставание с любимой женщиной, дипломатическая фиаско, которую он считал предательством Родины. Все это ляжет тяжким грузом и предопределит его выбор. В Россию Каподистрия не вернется уже никогда. Пройдет совсем немного времени, и Александр Первый скоропостижно скончается от воспаления мозга. На престол взойдет Николай Первый. Вследствие перестановок при дворе Каподистрия получит ожидаемую отставку. Впрочем, дипломатических связей во всем мире, наработанных за долгие годы служения русскому престолу, будет достаточно, чтобы негласно возглавить кровавую и долгую борьбу буйных греческих повстанцев. В то время полулегальная масонская организация «Филамузас Этерия» набирала обороты и имела свои представительства в крупных европейских городах. Ее финансирование, с одной стороны, шло на обучение лишь одного студента в Италии, а все остальное на организацию и поддержку постанческого движения в Греции. Сам же Каподистрия из Женевы на постоянной основе организовал отправку в Грецию продовольствия, боеприпасов, денег, оружия. Деятельность этой организации весьма скрытна. У нее были материальные средства, у нее были деньги, у нее была разветвленная сеть агентов влияния, говоря современным языком, как в европейских странах всех, так и в самой Греции. Поэтому на тот период это была влиятельная организация, которая в большой степени способствовала завоеванию Греции независимость. В самый разгар революции, в 1827 году, Иоанн Антонович был избран правителем Греции. Наконец свершилось то, к чему он так долго шел через масонство, служение русскому престолу. Это событие совпало с Третьим национальным собранием греков. Надо сказать, что несмотря на жесткие дипломатические интриги, кандидатура к Ападистрии была одобрена тремя великими державами – Россией, Англией и Францией. В июне того же года была принята Лондонская конвенция. Согласно этого документа Греция получала автономию, но с одной оговоркой – она должна была ежегодно выплачивать дань турецкому султану. Была принята секретная статья, кстати говоря, по настоянию российской стороны, что в случае отказа Турции образовывалась объединенная эскадра, которая фактически заставляла Турцию подписать мир между Турцией и Грецией. В результате султан отверг это предложение, что и привело к Наваринской битве. Итогом ее стал разгром турецко-египетского флота, объединенной эскадрой. Русский министр и греческий президент. 11 января 1928 года Каподистрия прибыл на Эгину, где его встречали толпы благодарного народа, а также экипажи русских и французских военных фрегатов. 26 января в 10 часов утра, сопровождаемый Спиридоном Трикуписом, Иоаннис Каподистрия вошел в кафедральный собор острова, чтобы принести клятву на верность Отечеству. Греки приняли его как спасителя, как долгожданного мессию. Всего за три года ему удалось построить новое государство, создать армию и национальный банк, отладить торговлю и поднять сельское хозяйство. Он раздавал крестьянам земли, отобранные у турок, а сам жил в обычной двухкомнатной квартире и носил мундиры, сшитые еще в Петербурге и Вене. Примечателен тот факт, что первое заседание национального собрания Греции Каподистрия открыл в мундире министра иностранных дел Российской империи и с русскими орденами на груди, что, конечно, вызвало возмущение оппозиции, которые называли его слугой русского императора и поговаривали о том, откуда у него все это – деньги, продовольствие для Греции. На самом же деле Филамуза собирала средства для правителя Греции со всей Европы. Сам же Каподистрия пытался построить Грецию как государство, основанное на высоком морали и праве. Он открывал учебные заведения, приюты для детей, причем в приютах детей не просто кормили, их образовывали и давали им будущую профессию. Республиканец, так его назвал в письме Александр I, хотел получить греческую корону не ради денег или славы. Граф был щедр и прост с теми, кто работал на благо Греции и беспощаден с врагами. Ему завидовали, его не любили. Он был человеком неугодным, не западным державам, которые пытались контролировать Грецию, не местным вождям, которым он перекрыл доступ к власти. Иоаннис Каподистрия, безусловно, проводил в Греции прогрессивную политику. Да, он был жесток в ее проведении. У него, безусловно, были враги. Его врагами были англичане и французы, которые однозначно не хотели усиления пророссийски настроенного главы государства в стране. Но в еще большей степени его врагами на данном этапе выступили то, что мы сейчас называем полевыми командирами, которые в ходе борьбы за независимость получили в своих небольших регионах огромную власть, там распоряжались жизнями людей, делали, что хотели. И сейчас, когда их призвали к порядку и заставили подчиняться центральной власти, ух, это им как не нравилось. Соединение этих двух линий, враждебных Кападистрии, враждебных России, привело к антикападистрическому восстанию внутри страны. Он был убит у входа в храм своими политическими противниками, а именно братом и сыном обиженного вождя майнотов Петробея Мавромихали, за спинами которых, считается, стояла Англия. Европа признавала независимость Греции, фактически уже существовавшую в течение двух лет. 9 октября 1831 года в Новплеоне Кападистрия был убит людьми, связанными с западноевропейскими державами. Убийцам первого президента независимой Греции не удалось даже покинуть место преступления. Разгневанная толпа практически растерзала их. Один был забит тут же на месте, второй укрылся в здании французской миссии, но был выдан и казнен. Сутолку возле церкви создали члены влиятельной греческой семьи, главу которого Кападистрия посадил в тюрьму. Но все эти мотивы личной мести меркнут перед реальными европейскими силами, заинтересованными в физическом устранении Иоанна Антоновича. С его смерти начиналась серия политических убийств в молодой Греции. И сегодня, спустя много лет, убийство Кападистрия остается загадкой. Кому мешала независимость Греции? Ее силы и процветание? Может быть, это была попытка свернуть греческий народ с того пути, который определил для своей страны Иоанн Кападистрия? Во всяком случае, за свои 55 лет жизни Кападистрия многое сделал и для Греции, и для России. Кто-то сказал, что убийство Кападистрия похоже на убийство Джона Кеннеди. Действительно, с одной стороны, оба акта физического устранения можно объяснить. С другой, до сих пор никто не может толком сказать, кто же именно убил этих политиков. И главное, кто стоял за их убийствами. И сегодня, спустя почти 200 лет, папка, содержащая документы, относящиеся к убийству Иоанниса Кападистрии, хранится в британских архивах под грифом «Совершенно секретно». С позиции сегодняшнего дня трудно найти в мировой истории вообще человека, и тем более государственного политического деятеля, оценка которого была бы столь однозначна во всех странах и во всех сословиях. И эта оценка положительна. Прежде всего, потому что он, безусловно, был патриотом, который до конца был верен своей стране. Положительно оценивается его деятельность на посту главы российского внешнеполитического ведомства. И в особенности хотел бы подчеркнуть его высокие моральные качества и нравственность, которые так сейчас не достает современному человеку. Греческий президент и русский дипломат завещал, чтобы его тело было перевезено на Корфу в монастырь Пресвятой Богородицы Платитера. Он как будто предчувствовал скорую кончину или знал о том, сколь сильны и изворотливы его враги. Кстати, последнее письмо своей некогда любимой Роксандре Стурдзе, Каподистрия закончил словами. «Не забывай молиться за меня. Встретимся ли мы когда-нибудь вновь?» Он так и не женился. Единственной и неизменной возлюбленной его на всю жизнь осталась Родина. Благодарные греки запечатлели своего первого президента в мраморе, уверенные, что в трудный для их страны час он восстанет и снова возродит свою Элладу. Редактор субтитров А.Семкин